Здравствуйте, в эфире программа безопасности и я ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях и, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. Внезапная смерть 13-летнего подростка. Почему медики сразу не смогли определить ее причину? И при чем тут арбуз из универсама? Новосибирцев буквально завалили СМС-сообщениями с рекламой Спайса. Почему это стало возможно и как уберечься от опасной рассылки? Что происходит, когда водители-пешеходы перестают понимать логику работы светофоров и для чего в Новосибирске появятся перекрестки, на которых эта логика будет нарушена намеренно? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Наверняка многие новосибирцы знают, что настоящие спелые и сочные арбузы попадают на прилавки наших магазинов и торговых точек в конце августа и сентября. Но как устоять от соблазна, когда начиная с июля большая ягода уже появляется в продаже и привлекает своей, казалось бы, вполне естественной зрелостью? Все слышали о нитратах и химикатах, которыми пичкают арбузы, чтобы те быстрее росли. Знаем мы и о вреде таких добавок, но продолжаем их покупать раньше срока, рискуя своим здоровьем и даже жизнью. Вот и 13-летний подросток в Ленинском районе внезапно умер после того, как поел приобретенный в супермаркете арбуз. Стала ли красная и сочная мякоть полосатой ягоды причиной смерти? Расскажем прямо сейчас. Папа 13-летнего Димы Казанцева до сих пор не может поверить в то, что его мальчика больше нет. Вспоминают, в тот роковой день Дима ни на что не жаловался, гонял по двору на велосипеде, а вечером с мамой и младшей сестренкой отправился в супермаркет за покупками. Пошли, вот они в магазин, ну вот Дима, царство небесное, выпросил, поларбуза этого давай купим. Я всегда говорю, что против, какие могут быть арбузы в июле. Пришли домой они, вот мы четвером все покушали арбуз. Все, он минут через пять, может быть, пошел в туалет. Ну и все, нет, тут малая захотела туалет. Ну а двери Дима говорит, Дима двери не открывает. Ее дверь выломало, он все лежит, у него губы синие. Это ему искусственное дыхание делать. Только вдыхал в него, а из него это рвотная масса, ну один арбуз. Мог ли стать причиной смерти ребенка арбуз из магазина? Пока ничего кроме этого в голову родителям Димы не приходит. Правда, говорят, большую ягоду ведь ела вся семья, включая пятилетнюю дочь. А вот специалисты заявляют, сильно отравиться и даже умереть, если съесть арбуз до конца августа, вполне возможно. Если взрослый съест, ну может какое-то легкое недомогание, может даже ничего не почувствует, хотя ущерб будет нанесен. То ребенок может почувствовать симптомы тяжелого отравления, ну вплоть до критических каких-то состояний. Арбузы, которые выдаются за российские, либо везут из-за рубежа, либо выращивают использованием ускоряющих технологий, ускоряющих созревание, ускоряющих их рост в том числе. Конечно, это могут быть самые разные, скажем так, вещества, начиная от мочевины, там просто нитратных удобрений самого разного рода и заканчивая там селитрой и чем только угодно. Но если все-таки не арбуз, то из-за чего здоровый ребенок скончался в считанные секунды без каких-либо видимых причин и симптомов? Сегодня родители ждут заключения экспертов. В прокуратуре сказали, что 12-го числа судомедспертиза, как сделают судомедспертизу, то есть и тогда уже официально скажут, то есть от чего. Ну а так мальчишка здоровый, спортсмен легкой атлетикой занимался у меня, места занимал там вторые. Этим случаем смерти заинтересовалась уже не только прокуратура, но и следственный комитет. Правда, пока информации на официальном сайте ведомства немного. По первоначальным данным причина смерти ребенка не установлена. Следователями изъята документация на указанную партию арбузов. Несколько образцов арбузов направлены на химическое исследование. Проводится судебно-медицинская экспертиза тела ребенка, а также химическое исследование на предмет наличия тяжелых металлов и гистологическое исследование. Опрошены родственники, совместно проживающие с ребенком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Тем временем компания, чей магазин торговал этими арбузами, уже сделала их экспертизу в межобластной ветеринарной лаборатории. Судя по документу, продукция соответствует всем нормам. Как только ситуация случилась, мы тут же остановили продажи всей этой партии и, естественно, сами заказали экспертизу. У нас и органы отобрали на экспертизу продукцию. И, соответственно, мы сами параллельно тоже экспертизу заказали. Наша экспертиза уже пришла. Арбузы признаны нормальными, соответствующими всем нормативам. В любом случае, связана ли смерть ребенка с арбузом или причиной стало что-то другое, станет известно только после 11 августа, когда будут готовы результаты экспертизы тела подростка. Специалисты-диетологи, тем временем, на всякий случай, советуют горожанам воздержаться от употребления вкусной красной ягоды минимум до конца августа, когда зеленополосатые по-настоящему созреют без всякой химии. Известно, что хороший товар в рекламе не нуждается. А то, что предлагается в спам-рассылке, которая приходит помимо нашей воли, вообще не стоит рассматривать. Ведь незаконными, ну или нетактичными методами что-либо доброго не продвигают. Но спам имеет свою результативность. Поэтому, когда еще рекламные надписи на стенах домов о продаже различных курительных смесей и других психотропных миксов считались новшеством, уже появилась другая технология информирования о том, где и как купить запрещенные препараты. В один из дней новосибирцев буквально завалили смс-сообщениями с рекламой спайса. Трезвая общественность была просто возмущена таким нахальством. Подробности далее. Реклама двигатель торговли. Современным таким двигателем, наверное, можно назвать спам. Это не прошлая интернет и смс-рассылка. Уже всем понятно, что наши электронные адреса и номера сотовых телефонов известны далеко большему кругу лиц, чем нам того хотелось бы. Но одно дело, когда в рассылке предлагают безобидные услуги или товары. И совсем другое, когда вашему ребенку-подростку приходит предложение купить спайс. Медики уже давно определили эти курительные смеси опасными для жизни и здоровья. Но преступному бизнесу это не помеха. Сибиряков же, не употребляющих наркотики, такое положение дел просто возмущает. Я сразу же, конечно, возмутился тем, что уже пошли такие смс-ки, как реклама наркотиков. И, конечно же, сразу же написал, зашел на сайт компании МТС и написал жалобу. Нашел, что там есть на короткий номер можно переслать эту смс-ку. И они вроде как решат эту проблему. Решили или нет, нам неизвестно. Однако смс-ки приходят сегодня, наверное, каждому пятому абоненту, независимо от принадлежности к сотовому оператору. И проблема эта не нова, как кажется. Николаю, жителю Новосибирска, первое такое сообщение пришло еще полтора года назад. Теперь, говорит, это просто напасть какая-то. Последние года полтора, наверное, активизировалось это все дело. Ну, конечно, ужас какой-то. Что-то с этим делать нужно. Рекламы-то даже назвать, как-то язык не поворачивается. Ну, реклама, когда рекламируют какой-то товар, продукт, наркотики, нужно искоренять просто. Сам пробовал что-то предпринимать, какие-то шаги? Ну, непосредственно. То есть писал заявление в Госнаркоконтроль, в Министерство внутренних дел, управление по Новосибирской области. Ну, к сожалению, пока результатов как таковых у меня не получается. Мы решили проверить, неужели так просто нынче купить запрещенные препараты и позвонили по указанному в СМС номеру. Но было уже поздно. Такие номера долго не функционируют, конечно, в целях безопасности преступников. Обслуживание абонента временно приостановлено. То есть номер уже не работает. А вот через сервис ICQ связаться получилось. После недолгой переписки нам указали номер расчета платежной системы Киви, на которой мы и перевели 500 рублей. Это плата за 2 грамма спайса. И тут же получили адрес и место закладки зелья. Технологии оказались на высоте. На высоте над законом и правопорядком. Многочисленные средства связи через интернет, телефон до сих пор работают на руку мошенникам, различным жуликам. И вот сейчас вот эта вроде с виду безобидная рассылка сработала. Мы идем по указанному адресу и без особого труда находим запрещенный пакетик. Вот так это работает. Как ни стараются правоохранительные органы с этим что-то сделать, как видим, пока мало что получается. Конечно, то, что нам с первого раза легко и просто удалось заполучить эту отраву, говорит о многом. Но не о том, что правоохранители сидят сложа руки. За первого года 2013 года сотрудниками управления выявлено 361 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств синтетического происхождения. Раскрыты на данный момент уже свыше 150, из которых 40 преступлений были совершены организованными преступными группами. Но с другой стороны, если бы вместо нас сюда прибыли, к примеру, оперативники, то они могли бы заметить машину наблюдения за закладкой. И, как говорится, провести свои оперативно-розыскные действия. А эти ребята, завидев нашу камеру, поспешили уехать. Видимо, от греха подальше. Хотя, конечно, мы могли и ошибиться в своих предположениях. А что же оператор связи? В МТС нам сообщили следующее. Если абонент получил подозрительное сообщение, то мы призываем не переходить по указанным в нем ссылкам. Сомнительное сообщение можно переслать на номер нашей горячей линии МТС-1911. Мы рассмотрим этот инцидент и проверим номер, с которого была осуществлена рассылка. Ну и, конечно, всегда о таких наркопредложениях нужно сообщать наркополицейским. Сделать это можно через сайт областного управления ФСКН. Служба обещает реагировать на все заявления. Коротко о том, что еще произошло на минувшей неделе в нашем видеообзоре. На улице Бердышева водитель Тойоты Филдер сбил пожилую супружескую пару. После чего свой автомобиль бросил и скрылся с места происшествия на попутке. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Женщина доставлена в больницу. Водителя нашли быстро. В ходе разбирательства было установлено, что водитель в момент совершения ДТП находился за рулем в нетрезвом состоянии. Также водитель не имел права на управление автомобилем. То есть вообще не имел водительского удостоверения. Кроме того, автомобиль, на котором был совершен наезд, ранее был им угнан у одного из родственников. В отношении мужчины 1984 года рождения составлено два административных материала. Суд арестовал его на 15 суток за оставление места ДТП. Когда пожарные расчеты по звонку приехали на улицу выбранные, автомобиль Тойота Корона уже превратился в один белый факел. В считанные минуты от машины ничего не осталось, кроме груда искореженного огнем железа. Представителям службы эвакуации, приехавшим забрать то, что осталось от иномарки, очевидцы рассказали, никакого ДТП не было, ведь водитель едва успел тронуться от расположенной поблизости АЗС. В МЧС нам подтвердили предварительную причину взрыва и пожара именно неисправность электропроводки в зажигании или коробке передач. Во второй клинической больнице, куда скорая и доставила водителя, нам сообщили, пациент с ожогами лица, рук и ног находится в реанимации. Известны на всю страну порт Твейн, различные другие вина и прочие алкогольные напитки. Такой обширный ассортимент обнаружили оперативники в двух автоматизированных цехах и на складе. Никакой лицензии у этих производителей не оказалось, а на самом производстве царила полная антисанитария. Нашлись на базах их крышки, которыми с помощью обычного фена злоумышленники запаивали бутылки. Было изъято большое количество поддельных специальных марок и около 5,5 тысяч литров фальсифицированной алкогольной продукции. Исследование показало, что содержимое бутылок, в которые был разлит алкоголь, не соответствует наименованию, которое располагается на этикетке. В настоящий момент полицейские продолжают проверку. Установили уже четырех фигурантов, личности которых пока не раскрывают. В рубрике «Рецепты безопасности» мы дадим исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы. Конечно, если они касаются безопасности вашей лично, а также ваших финансов или здоровья. Человек, наверное, по своей природе существо, легко привыкающее к любым обстоятельствам, к тому же имеющее короткую память. К примеру, проложили у вас за домом автомагистраль. Вы попереживали о том, что шумно и небезопасно стало, и забыли об этом. И уже через месяц лавируете между машинами, перебегая дорогу. Это если нет светофоров. Вообще, светофорное регулирование автомобильного движения во многом гарантирует безопасность проезда перекрестка. Но это только в том случае, если водители, да и пешеходы понимают логику работы светофоров. Уже скоро в Новосибирске появятся перекрестки, на которых эта привычная логика будет нарушена. В экспериментальном порядке разрешат правый поворот при красном запрещающем сигнале. Но к чему приводят особенности регулирования транспортных и людских потоков, сейчас расскажем. Наш человек, видимо, не сильно привык задумываться над какими-то особенностями, сплошь и рядом возникающими в жизни. Привык пешеход переходить дорогу, когда транспортный поток останавливается. Так и делает. Однако такая невнимательность чревата плохими последствиями, как на этом перекрестке в Бердске. Особенность светофорного регулирования на этом перекрестке заключается в том, что когда за моей спиной загорается красный сигнал светофора, запрещающий движение в одном направлении, то в другом оно все еще разрешено. Пешеходы, незнакомые с таким нюансом, вполне могут запутаться и пойти на свой запрещающий сигнал, который не так хорошо виден на ярком солнце. Именно это обстоятельство и привлог трагедии. Женщины увидели, что этот ряд встал и пошли по пешеходному переходу, где их и встретила иномарка. Теперь обе женщины, хоть и живы, но лежат в реанимации. Эксперты считают, что произошло это за специфики светофорного регулирования, на которую не обратили внимания пострадавшие. Водители знают, что и в Новосибирске есть такие перекрестки, особенно в левобережной его части. Однако жизнь, как известно, проще не становится. В сибирской столице появится все же 11 перекрестков с другой спецификой. Водителям будет разрешен правый поворот при запрещающем сигнале светофора. Пересечение Красного проспекта с улицей Гоголя как раз и станет одним из таких экспериментальных мест. Как вы к этому относитесь? На определенных перекрестках это нормально. Пока не пользовался этим правилом, я не могу сказать, как это будет. Пешеходам, наверное, неудобно будет, а нам-то как бы, как водителям, все равно. Как видим, водители какой-то для себя опасности в новшестве не видят. Может, и приживется непривычное для нас правило. Ведь с детства все знают, что красный свет светофора к ходу нет. Кстати, по информации из Белгорода, где такой эксперимент уже проходит, ДТП, связанных со светофорным ноу-хау, зарегистрировано не было. Как и чувство вседозволенности у водителей, которое иногда возникает при каких-либо послаблениях. Хочешь узнать, что за человек? Посмотри, как он паркует свою машину. Народные пословицы стараются не отставать от современности и по-прежнему очень точно и кратко отражают реалии нашей жизни. Со свободными местами на парковках в мегаполисе, особенно в его центре, дела, что и говорить, обстоят далеко не лучшим образом. Большинство водителей в связи с этим и вовсе перестали обращать внимание на запрещающие знаки и оставляют свои авто там, где останавливаться нельзя. Эвакуаторы, между тем, не дремлют. А если уж отправляются в совместный рейд с автоинспекторами, то риск для автолюбителей не найти свои машины там, где их оставили, повышается в разы. Как реагировать, если эвакуатор увозит ваше транспортное средство? И почему не всегда владелец имеет право спасти свой автомобиль от эвакуации, даже если успел вовремя выбежать? Вот об этом далее. Шесть эвакуаторов по Красному проспекту и столько же по улице Советской. Точнее, по тем местам, где парковка запрещена. Рейд по выявлению водителей, паркующих свои авто в неположенных местах, начался с 10 утра. И уже через полчаса все 12 эвакуаторов были заняты машинами нарушителей. Сами владельцы, в одночасье лишившиеся своих средств передвижения, естественно, недовольны. Одни сетуют на то, что припарковаться в центре нашего города по правилам практически невозможно. Ситуация плохая. Вот мне сейчас нужно было в Сбербанк зайти, а машину оставить негде. Все, негде встать. Я зашел буквально на пять минут, вышел, машины нет. Хотя бы сделать какие-либо платные парковки. Только их здесь делать негде. Ну, какие-нибудь отдельные участки выделять под платную парковку. Там тоже мест не было. Нигде нет мест. Другие владельцы машин настойчиво пытаются доказать инспекторам, что парковались по правилам. И забирать их машину на штрафстоянку эвакуаторы не имеют никакого права. После знака по правилам дорожного движения остановка запрещена. До знака висит вот такой знак. Вон дальше, видите, стрелочка вниз. Это значит до знака. До перекрестка остановка запрещена. Где там знак? Однако инспекторы неумолимы. Утверждают, забираем только те машины, которые стоят в неположенном месте. Для доказательства фотографируем. Знаки висят. И то, что автолюбители не обращают на них внимания, от ответственности не освобождает. Но порой спор перерастает в открытое противостояние. Эта женщина в течение полутора часов не отпускала эвакуатор с собственной машиной на штрафстоянку. Повернула когда с Красного проспекта на Романово. Я увидела знак запрещена стоянка. Но когда подъехала сюда, этого знака совершенно незаметно в кустах. Я оставила спокойную машину и пошла в поликлинику. Я предлагала, говорю, вы подождите, у меня болит очень сустав. Подождите, говорю, у меня сейчас муж подъедет. Я говорю, меня отвезет и все. Потому что передвигаться дальше, естественно, у меня сейчас просто в данный момент болевые ощущения есть. Супруг поспешил на помощь жене, и они уже вдвоем пытаются выяснить у полицейских, почему им не отдают машину, а увозят на штрафстоянку. Посмотрите, хозяин здесь, машина тоже здесь. Вы не могли протокол составить, что хозяин при хозяине... Оставлен протокол о задержании транспортного средства. Задержанное транспортное средство помещается на специализированную стоянку. Если бы хозяина не было, вы бы задержали бы... Здесь обояки к ней не бывает. Задержанное транспортное средство не может быть эксплуатировано. Как оно при хозяине может задержано быть? Ну, хозяин здесь. Изначально составляет протокол. После этого начинает погружение автомобиля. После этого автомобиль хоть хозяин, хоть кто автомобиль не отдает. Правила суровы, но справедливо считают в ГИБДД. Говорят, такие рейды позволяют дисциплинировать водителей хотя бы на время. Хотя признают, знаки «стоянка запрещена» действительно не всегда можно разглядеть. Но это уже вопросы к дорожным службам. Но и автомобилистам не мешает быть более зоркими и внимательными. Ведь подобные рейды инспекторы проводят не по собственной прихоти. Это не просто борьба за выявлением нарушений административных и оштрафовать человека. Это именно надо понимать, что один человек, который припарковал на пешеходном переходе или в зоне остановки общественного транспорта свою машину, создает помехи тысячам, сотням людей. Конечно, подчеркивают в ГИБДД, нарушителей после таких рейдов становится не намного меньше. Но те, кто попадаются, скорее всего, впредь будут аккуратнее выбирать место для парковки. Ведь никому не хочется потом ехать за своей машиной на штрафстоянку, да еще и дважды платить за неправильную парковку и за время, которое их авто там проведет. Мудрые люди говорят, позорит человека лишь то наказание, которое он сам заслужил. Наверное, поэтому отношение к наказанию за неправильную парковку у людей далеко неоднозначно. Смотрите программу безопасности на 49-м канале. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин